Приветствую всех кто смотрит продолжение Блиц игры в Корсары каждому свое. Напомню, что здесь Шарль де Мор сейчас занимается выполнением голландского гамбита за Ричарда Флитфуда. И вот в предыдущей серии Шарль разделался с минивым кораблем-призраком и его капитаном якобы ваннбергом. Сейчас ему предстоит отправляться на Кирасау, чтобы там забрать пассию Ричарда Абигаль Шнеур. Но видим, что сначала надо повысить Шарля. Он получил новую личную способность, выбирая профессионального фехтовальщика. Крайне важная способность, которая сокращает урон, который будет наносить Шарля на 30%. Ну и далее отправляемся на Кирасау, естественно. Шарль получил в качестве вознаграждения корабль этого якобы ваннберга Приватирский кетч Мираж. Видим, что этот корабль полностью починен теперь. На нем замечательная команда. Но также Шарль узнал теперь и широту и долготу острова, на котором отец Абигаль. Соломон Шнеур оставил свое золото, самое главное еще нефритовый череп Юмсимиля. Поэтому Шарлю сейчас предстоит искать этот схрон. Шарату этого острова Шарль узнал из журнала якобы ваннберга, а долготу сказал Шарлю Ричард Флитвуд. Они оба, собственно, были рядом с этим островом. Якоб ваннберга потопил флейт, на котором плывал Соломон Шнеур со своей дочкой. А Ричард Флитвуд за ним охотился и попутно взял этих еврейских беженцев к себе на корабль и спас их. Ну, в общем, я думаю, что здесь я, естественно, не буду нигде задерживаться. Это близ прохождения, поэтому, что называется, экономим время. И здесь я играю, еще раз напомню, на минимальном уровне сложности, вольный пират, но играю без всяких вырезок, то есть не вырезая вообще ничего с листа. Прокачивается здесь Шарль очень быстро, поэтому дополнительная, собственно, прокачка особо ему не требуется, кроме той, которая происходит, собственно, по мере выполнения квестов. И вот Шарль уже на Киросау. Я думаю, что здесь надо будет вызвать подельника-служанки разобраться в комнату наверху. Напомню, это прокачивает владение всеми видами оружия, а не только тех, которым будет вставать Шарль. Гони деньги, если хочешь. Здесь всегда рады клиентам. Теперь отправляемся в магазин. Здесь надо будет закупить товары. Ну и часть продать, я думаю. Если будут лишние. По-прежнему Шарль привозит с собой рабов, пока ему от них не избавиться. Надо будет все-таки продать их контрабандой, но я жду пока их накопится побольше. Чтобы не заниматься здесь контрабандой очень часто. Мы встречаем священника. Он просит помочь церкви. Шарль помогает на максимальную сумму. Здесь в команде у Шарля есть и офицеры с хорошей репутацией, и офицеры с плохой. Но, скажем, с хорошей репутацией все-таки больше, и они для меня здесь предпочтительные. Но дело в том, что с отрицательной репутацией здесь у Шарля основной штурман, и его пока не заменить никем. Поэтому приходится нравиться, собственно, и негодяям, и прайдохам. Я думаю, как только я поменяю здесь штурмана на штурмана с хорошей репутацией. Шарль будет здесь героем и будет выполнять только положительные действия. А пока, как я уже сказал, ему приходится балансировать. Спешите! Только сегодня два товара по цене одного. Подходите, лучшие товары колонии. Теперь можно идти к шнурам. Насколько я помню, убегать здесь не будет. Действительно, надо сначала пообщаться с ее папа Соломоном Шнуром. Но общение это, прямо скажем, не очень долго и не очень приятное. Выясняем, что Минхер Роденбург без пяти минут его взять. И что, если Соломон закричит, то сюда сбежится вся стража Вильямстада. По крайней мере, он так думает. Но самое главное, выясняем, что Абигаль находится в церкви. Насколько я помню, здесь это будет, что называется, первое и последнее общение. И с Соломоном и Абигаль. Ну и вот Шарль уже общается с Абигаль Шнур. Та, оказывается, знает, что Ричард был ранен. Шарль говорит, что ничего серьезного. Но кроме этого, он сообщает, что он прибыл за ней. Она же говорит, что если она сейчас убежит вместе с Флитфудом, то это будет сильнейший удар для ее отца. Поэтому сначала нужно найти те драгоценности, которые они утратили на острове. Координаты которого Шарль, собственно, уже знает. А затем уже она отправится с Флитфудом. Хорошая дочка и разумная девушка. Ну что ж, Шарль, в общем, вызывается найти этот схрон, чтобы выполнить задание Флитфуда. Теперь Шарль отправился в каюту. Во-первых, надо здесь все выгрузить. Во-вторых, нужно экипировать теперь бусоль и рабочий кронометр. Появилась запись в данном журнале, что Шарль нужно отправиться в каюту и найти координаты острова. Так вот, эти координаты через мысли и слух он найдет, когда будут экипированы именно бусоль и рабочий кронометр. Кстати, хочу отметить, что ничего дополнительно покупать не надо. Все дается персонажами по ходу этого квеста. И бусоль, и хронометр, и даже, по-моему, часы даются. Бусоль дается уже в собранном виде. Рабочий хронометр собираете с хронометра и часов при помощи крафтинга. Рабочий хронометра и часов при помощи крафтинга. Рабочий хронометра и часов при помощи крафтинга. Рабочий хронометра и часов при помощи крафтинга. Местоположение острова найдено. Даются точные координаты. Но я запоминаю 12.64, а также по 40 минут там примерно. И к широте, и к долготе. Теперь с лагуны Бланка отправляемся на это место. Первый заход неудачно. Странно, Шарль, в общем. Фактически на точных координатах. Но на долготе то он точно. На правильные широта тут плюс-минус. Интересно, что это акватория именно Куманы, а не Киросао. Акватория Куманы, видимо, заходит здесь далеко на север. Акватория Куманы. Акватория Куманы. Акватория Куманы. Ничего не дойдя. Акватория Куманы. Акватория Куманы. Ну что ж, приходится немного помучиться. но понятно что это место где-то здесь я думаю сейчас мы нащупаем его тогда уж методом тыка раз уж точные координаты почему-то не приводит к желаемому результату вероятно на этот раз я заплыл дальше на сток ну и вот наконец-то появляется запись в данном журнале шар оказался около этого устройства декочья теперь надо подождать светлого времени суток так как кроме всего прочего там придется искать многороссу до этого вы видели я ее не собирал поэтому квест многоросс еще не открыт но здесь что называется поневоле его придется открыть чтоб не плавать на этот из ладокочи еще раз специально за многороссой насколько я помню в этом заливе буконьеров тоже должен быть куст надо убрать траву чтобы лучше видеть многороссу но вот этот куст за скалой действительно необычное растение теперь надо расспрашивать как его использовать на общем если так разобраться шарлю по большому счету здесь она не нужна хотя я не знаю может быть я буду выполнять ключи может быть не буду я посмотрю там много нужно этих кустов но химичить безусловно как я это делал проходя на отчаянном корсере эту игру с увеличением прироста жизни я не буду видим что находим второй куст локация джунглей здесь я помню точно есть еще один куст локация пещера входа в грот а вот собственно и этот куст получается здесь три куста хотя на отчаянном корсере я помню собрал всего два я не знаю то ли я тогда не видел этих кустов то ли действительно там два ну и далее шар входит в этот грот подходит к сундуку здесь происходит взрыв без магия явно не обходится но и далее появляется столб дыма из него выползает сушеный труп индейца больших размеров ему нужна кровь шарля он нападает на шарля нужно с ним разделаться видим что с его трупа снимаем палец а также двуствольник я уж не знаю каким образом двуствольник был у этого индейца тем более он стреляет ну и далее шарль подходит второй раз к этому сундуку и видим что здесь отрезанная человеческая голова голова танзага или гастона плющевого но шарль его пока знает под именем гастон плющевый смотрим судовой журнал и там отражается информация что денег нет возвращаться естественно на кюрасаву не имеет смысла надо отправляться обратно на антигои разговаривать с флитвудом возможно он пояснит что здесь происходит шарль естественно ничего не понимает ну и теперь отправляемся естественно на север как я говорил уже с плющевым гастоном или с аркюлем танзагом шарль в этом варианте прохождения так ни разу не поговорить вернее один раз говорит когда он прикидывался торговцам но также я уже отмечал что здесь и комментирую сюжет я просто быстро играю показываю последовательность действий которые нужно выполнять в рамках прохождения ну может быть немного отмечаем то что написано в документах в судовом журнале и не более того и вот шарль уже прибыл на антиго как тут все время пребываем в темное время естественно теперь придется ждать таверни вам нигде не найти кухни лучше и и и и или вельможа, всякий найдет у меня товар по вкусу. Я думаю, что здесь надо периодически воевать, хотя бы по той причине, чтобы не падали навыки и мораль команды очень сильно. Шарль пока здесь не встретил Капеллана, поэтому воевать все-таки придется. Вне рамок сюжета, но я думаю, что с этим проблем особых не будет. Мы постоянно натыкаемся на пиратов, и при любом удобном случае, то есть в случаях, когда мы будем натыкаться на удобную эскадру, будем воевать. Ну и вот Шарль приходит к Флитвуду, рассказывает ему о происшествии Флитвуд. В общем-то тоже в недоумении, хотя он узнает эту голову, это голова того негодяя, который на него напал. Ну и Шарль теперь сообщает, что это Гастон Плешивый, товарищ с Барбадоса, который является наводчиком, вернее, являлся наводчиком Ван Берга. Ну и теперь Флитвуд, собственно, дает задание Шарлю, а именно нужно отправиться на Барбадос, выяснить, действительно ли пропал. Этот Гастон Плешивый. Ну и далее Шарлю нужно отправиться на Кирасау. Флитвуд говорит, что он подготовит деньги для отца Абигаль, чтобы это не стояло препятствием на пути, что называется, к его личному счастью. Я думаю, что он давно уже мог это сделать, но да ладно, я, в общем, ничего не комментирую. Ограничение здесь идет 20 дней, но я думаю, что это более чем за глаза, даже плавая исключительно по глобальной карте. То есть за 20 дней нужно Шарлю добраться до лагуны Планка, или как она там называется. Там Шарля будет ждать от Чарли Книппель с деньгами для Абигаль. И как сказал Флитвуд Шарлю, с этими деньгами они направятся к Шеневру. И после этого Шарль привезет Абигаль наконец-то на Антигуа. Сначала нужно здесь сразу Шарль начать собирать Ангароса, займемся этим активно. На Антигуа тоже есть пуст Ангароса, чтобы не забыть, сразу идем за ним. Не туда я направился. Здесь на Антигуа немного другая последовательность, чем на Мартинике. Здесь надо идти направо, а не на левый джунгль. Вот это удача! А ну-ка, выворачивай карманы! Ну что ж, я могу сказать, что этот Корт орудует вполне себе очень даже. Безусловно, он лучше, чем полусабля. И в общем, я не жалею, что нацепил на Шарля. Этот Корт. Ну, вы могли еще раз посмотреть, где растет Ангароса. В общем, за прохождение начальном Корсаре я показал все кусты. В смысле, все места, где растут эти кусты. Ну, я думаю, что здесь мы, безусловно, все это повторим. Потому что здесь я ничего не вырезаю. Да я тебя не припоминаю! Никаких побочных квестов, практически никаких, я брать не буду, естественно. С цыганкой, кстати, нет этого разговора о том, кто интересуется Мангаросой. Что это за растение? Я так понимаю, что этот вопрос мы задаем исключительно торговке лечилками и травками. Я думаю, что Камелия и Шарль все-таки наведаются. Хотя, в общем, особо это и не нужно. Ну, заодно закупаем здесь рецепт эликсира. Хотя, наверняка, по ходу сюжета, все эти рецепты есть. Ну, в общем, такая же ситуация, как с компонентами для хронометра и боссолью. Здесь, по большому счету, ничего закупать не надо. Здесь удается, по крайней мере, рано или поздно, по ходу самого сюжета. Такая же ситуация с рецептами. Ну, что ж, теперь Шарль держит курс на Барбадос. Выяснять, пропал ли Гастон Крешевой. Хотя, понятное дело, что он пропал. Если только, это не голова какого-то его двойника. Но это, естественно, не так. Ну вот, натыкаемся мы здесь на пиратов. Так как быстро плаваем. С ускорением, поэтому. Ну, вот, в данном случае. Явно, это эскадр не по зубам сейчас Шарлю. Там галеон, насколько я понимаю, тяжелый галеон. Поэтому, по-быстрому от них смываемся. Преимущество быстрых кораблей, вроде этого, Приватирского Кеча Мираж. Потому что всегда можно смотаться. Ну, вот, еще одни пираты. На этот раз это всего один корабль. Это Галеон. Ну, что ж, я думаю, что на этот раз Это как раз удобный случай повоевать. На этом уровне сложности, я думаю, Мы на этом Кече должны без проблем Справиться с этим галеоном. Раз уж Шарль, напомню, справлялся На шлюпе, то, я думаю, что У этого галеона нет шансов. В принципе, можно было бы, конечно, Посражаться и с той эскадрой. Но там меня, прежде всего, Смутил тяжелый галеон. Все-таки С одним тяжелым галеоном Еще можно было бы, наверное, Попытаться протягаться. Но с двумя кораблями Это было бы, скажем так, Муторно. И сложно Зачем усложнять? Я думаю, что здесь Будет достаточно много Достаточно сложных Поисковых морских боев Правый борт готов Левый борт готов Бравый борт готов На Мираже Здесь приличное количество Команда 200 человек И видим, что у них нет Мушкетного залпа Мы же, собственно, Добиваем 40 человек Я думаю, что до конца Добиваем команду Бой, прям скажем, простой Ну, как я и ожидал Ну, кроме всего прочего Шарлю, вообще-то Нужны все-таки деньги Хотя на этом уровне сложности Я думаю, что ему хватило бы Наверное, денег Только квестовых Но тем не менее Поэтому воевать С пиратами И прочими эскадрами Я здесь буду Тем более, что бои, как правило, не сложные И много времени не требуют Играет музыка Ну, и также напомню, что шарлю Вообще-то надо искать Клинки Фадея Он взял это задание Естественно Ну, видим, что этот Голеон Вполне себе приличный корабль Хотя Кетч В общем-то Ничем не хуже Хотя И корабль Четвертого ранга Голеон Третьего На этом Голеоне Не много чего интересного Поэтому Я думаю, что мы рискнем Отправимся сейчас Сначала не на Барбадос На Киросау Там у Шарля Есть склад Заодно За круглую сумму Продадим этот Голеон На Киросау Корабли стоит урага Я думаю, мы вполне успеем Сплавать сначала На Киросау Потом вернуться на Барбадос И затем обратно Плыть На Киросау А именно В Лагуну Бланка 20 дней Это здесь Можно сказать Ну не целая вечность Но Очень большое время Я думаю, что если плавать По боевой карте То за это время Божно Два раза Отплыть Вокруг Весь Карибский Архипелаг Наслеплавость Только по Глобальной карте Вполне Мы Все равно Успеем Успеем Наслеплавость 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 Ну, я особо ничего не комментирую, Шарль здесь выполняет, собственно, все рутинные действия. Необходимые, избавляется от товаров, продают пушки, далее продают корабль. Субтитры создавал DimaTorzok В общем-то, Шарль и его плотник уже починили кетч. Теперь держим курс на северо-восток. Надо выбрать корабельную способность, которую дадим Шарлю. Я думаю, что пойдем мы, скорее всего, в сторону Канонирскую. Хотя здесь у меня дилемма. Можно было бы все-таки идти в Штурманскую, а именно давать перки по увеличению скорости маневренности. Но я думаю, что Канонирские нужнее. У Шарля уже есть спаситель жизни, а также он, что называется, продвинутый врач. Также у него есть перки по сокращению урона к кораблю плотницкие. Вот теперь у него будут перки Канонирские. И тут по пути испанцы и пираты. Я думаю, что сбросим мы их на обратном пути. Шарль на Барбадосе. Идем в таверну. Ну и видим, что здесь действительно нет уже Херкюля Танзага или Гастона Плешивого. Этот бармен новый говорит, что Гастон исчез сразу после того, как Шарль здесь разыгрывал спектакль. А именно строил себя торговца. И кроме того, передает письмо, которое Танзаг оставил. И также сообщает, что его уже искали. А именно, какой-то азиат и то ли португалец, то ли испанец странного вида. Ну и далее видим запись в судовом журнале. А также смотрим письмо этого Херкюля Танзага. Прямо скажем, мы вообще ничего не комментируем. Но тем не менее, мне не очень понятно, как мертвец того света писал это письмо. Ну, в сухом остатке, в общем, этот Танзаг говорит, что не стоит доверять Флитвуду. Раз. Во-вторых, чтобы Шарль не держал на него зла. И они могли быть друзьями. Два. Ну и в-третьих, что его убили. В общем, даже он не знает кто, по большому счету. В общем, письмо достаточно, на мой взгляд, странное. Повторюсь, прежде всего, непонятно, как с того света человек мог писать это письмо. Потому что это письмо оставлено до того момента, как Танзага убили. Я так понимаю, что все-таки для него это было определенной неожиданностью, скажем так, что его убьют на этом острове. Ну и по большому счету, я вот так думаю, какая информация для Шарля из этого письма. Ну, пожалуй, что и никакой. Наверное, надо подумать получше. Ну, далее Шарль плывет обратно по направлению Киросау. Сбрасывает по пути, соответственно, испанцев и пиратов. А теперь надо выходить в лагуне Бланка. Здесь Шарля должен ожидать Чарли Книппель. Следует разговор с Чарли. Тот говорит, что уже ни в какую красаву идти не надо. Что Флитвуд уже здесь был. Он забрал Абигаль, и они уже уплыли в Европу. То есть они сейчас на пути туда. В общем, Флитвуд действительно обманул Шарля. Но, тем не менее, он оставил 200 тысяч. И, кроме того, здесь остался Чарли Книппель, которого теперь можно взять в свою команду. Только неприятность состоит в том, что Шарля теперь в одиночку надо разделываться с Лукасом Роденбургом. Сейчас на выходе из этой бухты будут подождать голландские корабли. Ну и далее надо отправляться на Антигую к Аптекарю. Кстати, я подумал, действительно, в сухом остатке из письма Танзага следует, что надо искать Аптекаря на Антигуа. Что у того есть архив, в котором содержится компромат на Роденбурга. И, собственно, надо ловить Роденбурга на живца, а именно на себя, Шарлю. После того, как он раздобудет компромат, сначала нужно забрать этот архив. Поэтому, действительно, есть по-настоящему ценная информация в этом письме. В общем, Шарль вышел. Видим, что здесь много кораблей. Я не знаю, честно говоря, топить мне их или нет. В принципе, наверное, можно было бы утопить. Но зачем? Тем более, что у Шарля не так много пороха, поэтому, я думаю, утопить все равно мы их не сможем. Ну и кроме того, видим, что при стрельбе идет ухудшение отношений с Голландией. Поэтому, естественно, не буду я этим заниматься, нарываться на дальнейшее ухудшение. Враждебные отношения, скажем так, это еще не награда за голову. Награду за голову от Голландца я получать не хочу, поэтому просто уплывем от них, пользуясь тем, что у Миража очень приличная скорость. Ну и плывем на Антигуа, к этому аптекарю Джону Мердеку, о котором написал Шарлю Танзак с того света. Но действительно, еще раз прохожу, спустя достаточно большой промежуток времени, этот вариант голландского гамбита. Я вижу, что, наверное, он самый лаконичный, но, по крайней мере, нет здесь большого количества общений и диалогов со Шнеурами. Это раз, собственно, Шарль Мильком фактически с ними общается. Кроме того, здесь нет вообще диалогов и общения с Трешевым Гастоном, Эркюлем Танзагом. С Роденборгом здесь Шарль тоже столкнется, только один раз в самом завершении этого квеста. Да, в общем-то, с Флитвы, думаю, он тоже общается не так много. Но действительно, еще раз прочитываю, по крайней мере, в плане общения диалогов. Это самый лаконичный вариант. Ничего здесь особого от Шарля не требуется. Опять приплыли мы на Антигуа в темное время. Я думаю, что сейчас Шарль потратит это время на выгружение всего хлама. А также, я думаю, ему надо наконец-то сделать бумажные патроны. По крайней мере, я чаще всего именно так расходую время. Чтобы зазря его не тратить. Да, я не сказал еще, конечно же. Здесь присутствует еще один персонаж, а именно китайец Лан Гуэй. Собственно, об этом Шарль узнает еще из дневника Ван Берга. О том, что Роденбург хотел напугать Ван Берга своим подручным китайцем. И после этого Флитфуд рассказывал Шарлю, что действительно есть такой капитан у Роденбурга под рукой. Он капитан Шебеки Мэйфэнг. Ну, в общем, с этим китайцем Шарль здесь вообще никак не пересекается. Но, я так понимаю, единственный раз он просто будет драться с ним. Он будет вместе с этим Мэрдоком. Он как раз сейчас на Антигуа подземелье. Но диалогов с ним никаких не будет вообще. Поэтому, еще раз подчеркну, в плане общения с различными персонажами это, наверное, вообще крайне лаконично. Видим, что Шарль идет в подземелье. Здесь, естественно, он без своих абордажников. Насколько я помню, разговоры, естественно, с Мэрдоком здесь не получится. Придется его убить вместе с китайцем. Хотя, казалось бы, объективно они союзники, так как Мэрдок на ножах со своим патроном Роденбургом. И, собственно, Танзак как раз советовал Шарлю обратиться к нему. Ну вот, натыкается Шарль на этого аптекаря. Шарль передает ему привет Танзага. Оказывается, Мэрдок уже знает, что Танзак погиб. Но разговор не получается. В общем, Мэрдок, судя по всему, заподозрил, что Шарль связан с Роденбургом. Поэтому архив он по-добру, по-здорову отдавать не хочет. А Шарлю этот архив нужен для того, чтобы выманить Роденбурга. Ну и, как я говорил, после драки с аптеками надо будет драться с Лангвеем. Он тоже здесь. Убиваем обоих. Снимаем с этого аптекаря, собственно, архив. Йохана ван Мэрдена или Джона Мэрдока. А также письмо Роденбурга Мэрдоку. А также схема какого-то грота. Ну, понятно, какого. Этот грот на Каймане. Там находится золото, а также ключ. Это аптеки. Не очень я понимаю, почему здесь не выйти. Что ж, надо, наверное, смотреть документы. Да, во-первых, надо посмотреть письмо Флиттвуда. Я забыл это сделать. А во-вторых, надо посмотреть письмо Роденбурга Мэрдоку. В общем, откровенно говоря, я не очень понимаю, но в письме Флиттвуда там, естественно, такие завуалированные извинения Флиттвуда, что он оставил 200 тысяч. Это как-нибудь сгладит, скажем так, его предательство. Но также этот Флиттвудттвудттвудттвудттвудтпшит про то, что это Чивенави, и что это Колдун явно приложил к этому руку. Также упоминает уже Юмимиля. Но мне, откровенно говоря, не очень понятно, что делать дальше. Почему-то я думаю, что здесь можно будет выйти в аптеку. По крайней мере, в других вариантах. А так. я просто помню что этот архив он лежит в одном из тупиков собственно там в этом письме роденбург говорил шифр не архив а шифр от архива в норе в норе это в этом подземелье но тем не менее я помню что этот архив сразу не найти то есть сначала нужно выйти в аптеку а потом уже найти можно будет этот архив поэтому не очень понятно что делать дальше я просто боюсь что это шифр и найду но также там есть определенная загадка естественно где это место где роденбург назначил встречу что называется сходку мердоку где видимо этот мердок должен за день передать архив роденбургу так как роденбург пишет что их жизни слангвеем ему не должны они даже могут оставить деньги за этот череп им семели которым отдал мэриман а также деньги еврея то есть сломана шнеура но он хочет получить архив ну что ж действительно не очень я понимаю что делать хотя вероятно надо понимаю видимо надо выйти из этого подземелья снова через вход может быть можно будет войти в аптеку что называется с главного входа все таки подзабыл я безусловно этот вариант как я уже упоминал ходил ли совсем немного не выйти в аптеку одно я понимаю что пока мы не найдем шифр судя по всему продолжения квеста не будет поэтому по-любому его нужно найти а для того чтобы его найти действительно надо выйти из локации подземелья собственно и обшарю по моему все таки и почти все никакого шифра там нет есть здесь еще один тупик пути к выходу там тоже нет никакого шифра я также не помню он здесь случайно этот шифр то есть рендом на генерируется в каком-то тупике или в каком-то конкретно попробуем теперь выйти вернее войти с главного входа здесь тоже нет никакого входа никаких записей не появляется ну что ж понятно что вероятно надо все таки возвращаться в это подземелье теперь искать шифр ну ну логично да общем я вспомнил у шарля же нет ключа от аптеки поэтому собственно его в аптеку не пускают все логично кстати по моему этот ключ будет не раньше чем в той пещере на каймане то есть здесь отличие идет опять же от других вариантов и вот шарль наконец-то находит этот шифр ну кстати я припоминаю что этот шифр действительно частенько лежит в этом тупике но теперь он видимо расшифровывает этот дневник Джона Мердока и узнает про Мерримана про то что что Танзага разгубило его любопытство ну и самое главное узнает что надо искать этого Мердока на каймане вернее не Мердока а Руденборка на каймане по-прежнему выхода в аптеку нет ну и в общем я уже понял почему действительно потому что у шарля нет ключа в отличие от других вариантов в аптеку он теперь сможет зайти не раньше чем сплавать на кайман теперь надо выбираться из этого подземелья и выдвигаться к последнему заданию этой линейки голландского комбита это именно бою с Лукасом Руденборгом там будет на Шебеке Мэйфэнк возле каймана это я помню слава богу Мои товары самые лучшие Музыка Музыка Сначала двинемся на Сент-Кристофер, он здесь по пути Кроме того, раз уж Шарль начал собирать Мангароса, то возьмем Мангаросу, который есть на Сент-Кристофере Мангароса также здесь в одной из локаций джунглей Между кладбищем и маяком Музыка Подходите, лучшие товары колонии! Любые товары на любой вкус! Музыка 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 Вот то самое место. Шарль забрал еще одну Многоросу. Теперь у него получается их пять штук. Три с острова Исла де Кочи, один с Антигуа, один с Санкт-Кристофера. Но так как Шарль плывет на Кайман, то у него их будет скоро шесть. На Каймане тоже есть одна Многороса. По крайней мере одна, насколько я помню. Деньги мы платим смешные на этом уровне сложности, действительно. Команде, я напомню, что у Шарля тем более масса офицеров, поэтому... Я думаю, на отчаянном Корсаре мы, наверное, за этот корабль платили бы, ну, точно тысяч шестьдесят. Никак не меньше. А то, наверное, и под восемьдесят. Но я имею в виду за содержание этого корабля, с таким количеством офицеров. Также здесь крайне неудачная ситуация у Шарля. Заканчивается провиант. Откровенно говоря, я не подумал. Почему-то мне казалось, что там масса этого провианта. Ну ладно, сейчас мы захватим Мэйфэнк. Вернее, захватить не удастся. Роденбург взорвет эту Шебеку. Но, тем не менее, продовольствие с неем захватим. По крайней мере, Триума обыскать у нас время будет. Ну и как это не печально звучит, все-таки кто-то погибнет с командой Шарля. Хотя не думаю, что это будет большая часть команды. Так как бой, наверное, еще проще, чем с Ланбергом. Потому что, уже здесь это точно Кетч Мираж. Гораздо более мощный корабль. Но, если не гораздо, то существенно более мощный. В принципе, наверное, здесь можно было бы вообще обойтись без обстрела. Так как у нас преимущество в команде. Существенно мы постреляем. Почему бы и нет. Но также я заметил, что все-таки дают в каждом варианте голландского гамбита по одному уникальному клинку. Вернее, в варианте за тайную организацию там, по-моему, вообще нет уникальных клинков. Там есть попорик, который мы можем снять с Ланберга. Но это не уникальный клинок. Такие клинки можно находить в кодах, к примеру. А также снимать, в общем-то, и, по-моему, даже есть и квесты от персонажей. В варианте за Гвик мы снимаем хорошее лёгкое оружие с Мердока. Ну, идём на абордаж, естественно, уже. Здесь, насколько я помню, мы снимем среднее оружие с Руденбурга. Поэтому, собственно, мы не снимали ни топорик с Ланберга, ни хорошее лёгкое оружие с Мердока. Иначе мы бы получили 3 КНК. Именно поэтому, в общем, я был удивлён. Хотя, что с Ланберга мы не сняли топорик. Теперь понятно, что слишком жирно, что называется. Поэтому уникальное оружие на этих персонажах только в разных вариантах Гамбита. Поэтому, с точки зрения, наверное, уникального оружия, эти два варианта, именно Гвик и Зафлик, да, они более предпочтительны, чем за тайную организацию. Так как там нет уникальных клинков, а здесь всё-таки по одному дают. Поэтому даже удачно, что Шарль здесь проходит за Руденбурга. Откровенно говоря, я не думал об этом. Тем не менее, у Шарля профильное оружие среднее. И как раз именно здесь будут давать офицерский клеванг. Если я не ошибаюсь, он называется. Этот клеванг. Я не ошибаюсь, что это вообще. Я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Я пытаюсь. Всё правильно, это всегда. Они так понравились. обещает громко-словную дверью уничтожить этих приспешников-англичан, именно Клипфудов, Клипфуда. Как и с Ланбергом, убивать его надо два раза. Увы и ах, вы видите, опять мне не везет за балансом. Действительно номинальный урон у этого офицерского клеванга 68, очень прилично, но баланс 0.2. Что делать, не везет, в общем, мне практически все прохождение на очейном корсоре не везло с балансом. Видим, что здесь в сундуке много чего интересного, а именно амулет, рыбак, нефритовая черепашка, а также слезы и щель. Но также деньги и четырехствольник, действительно богатая добыча, особенно меня порадовали слезы и щель. Вот очень редкий предмет здесь, и, видимо, он дается только на этом варианте гамбита. Ну что ж, я доволен, действительно, вознаграждение на этом варианте гамбита за Флитфуда едва ли не самое большое. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения лучший корабль. А также слезы и щель, очень редкий предмет. Уникальное среднее оружие. Правда, денег я, конечно, не считал, но думаю, что, скорее всего, на этом варианте гамбита мы получаем поменьше, чем на других. Но, прежде всего, за счет того, что мы Мэримену за полмиллиона не продаем нефритовый череп. Ну, в общем, Шарль теперь знает, во-первых, что череп достался колдуну Мэримену. Также он от Флитфуда знает, что этот колдун вызывает этих чавенави. Это его проделки. Поэтому Шарль, в общем, теперь, я так понимаю, все равно знает, что надо искать следы этого Мэримена на Кюроссалу. Поэтому, в общем, ключ он готов не меньше, чем при других вариантах. Видим, что здесь, как раз, на пустынном пляже, на Каймане снимаем, вернее, срываем еще одну Мангарусу. Насколько я помню, это единственная Мангарусу на Каймане. Поэтому особо здесь искать не стоит. Но осталось только идти в Грот на Каймане, доставать оттуда, насколько я помню, деньги и, самое главное, ключ от аптеки. И на этом, собственно, голландский гамбит за Флитфуда заканчивается. В общем, Флитфуд с Альбегалю плыли в Европу. Все остальные мертвы. За исключением Мэримена, но с Мэрименом, что называется, история продолжится уже в рамках Каллиуча. Я не очень понимаю, почему я не могу взять этот ключ. Хотя теперь понимаю, да, действительно, нет просто места в инвентаре у Шарля. Надо будет отбавить. Берем ключ. Теперь в распоряжении Шарля есть аптека. Смотрим, что называется, напоследок судовой журнал. Видим, что голландский гамбит уже уходит в архив. Ну что ж, все закончилось, в общем, хорошо. На этом я буду заканчивать эту серию. Продолжение следует. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok